Неподалеку от остановки Нововыборская на восточном шоссе мелкое ДТП вызвало бурю эмоций у его участников. Причем случилась авария из-за действий третьей стороны и нечищенной дороги. Водитель Nissan Bluebird не смог остановиться перед Toyota Ipsum, шофер которой в свою очередь и сам едва не попал в такую же ловушку. Авария случилась на крутом повороте, затрудняющем обзор. Первым ехал шофер Minivan, владелец седана нагонял его по первому ряду. Расстояние между машинами было таким, что друг друга водители вследствие закругления дороги еще не видели. За поворотом автомобильный поток замедляла остановившаяся на первой полосе машина. Заметив препятствие, шофер Ipsum'а затормозил, но с большим трудом, поскольку асфальт в этом месте покрывает укатанный до состояния камня скользкий снег. Через несколько секунд попытался сделать то же самое и шофер Bluebird'а. Не вышло. Выезжая сюда вот по зигзагу, на повороте уже я увидел, что автомобиль стоит. Гололед здесь начал тормозить, машину понесло. Был выбор или выезжать навстречу, она была полностью занята, меня не пропускали. И было бы больше последствий. Или уходить вправо в сугроб. До сугроба Bluebird не доехал. Раньше уткнулся в корму Ipsum'а. Казалось бы, вина водителя седана очевидна. Однако он напирал на то, что оппонент на проезжей части стоял без соблюдения правил. Автомобиль стоит без фар, без сигналов. Ты думаешь, что он едет. Учитывая, что гололед, ну и как бы это. Если бы стоял бы, у него знак такой, что поломался. Или была бы включена аварийка. Понятно, что предупредил. Я от него не ожидал, что он стоит. Вот запись, сделанная камерой виновника столкновения. На ней самое настоящее броуновское движение. Шоферы мгновенно попадают в затор, пытаясь объехать помеху. Водитель маневрирует сначала влево, потом вправо и утыкается в Ipsum. В повторе видно, у минивена после торможения дважды вспыхивают стоп-сигналы. Это была не стоянка. Зафиксировал регистратор и реакцию шофера Ipsum. Этой пантомиме могут позавидовать профессиональные актеры. Не успев выдохнуть после удачного торможения, автолюбитель все же стал жертвой только что форсированной наледи. Виновником этой аварии полицейские назвали владельца Bluebird'а. Тот решительно не согласен и будет обжаловать это решение. С места происшествия Полина Хромцова, Ольга Соколова и Андрей Алферов.